всем привет сегодня хотел бы поделиться но опытом эксплуатации стрел пины каларчи которыми я стреляю уже ну наверно полгода стрелял я ими в тире в основном ну иногда выходил на улицу там по зиме сейчас немного пострелял в принципе на стрел большой и я так скажу что конечно же и попадал стрелой стрелу и разбивал боковину стрелы попадал куда-то где было твердое и разбивал наконечники ну и соответственно хвостовики как я уже сказал в результате из всех моих стрел организовалась 6 штук которые возможно починить и вот где-то подрезал здесь поменял инсерты поменял наконечники соответственно здесь срезал перья которые иногда отклеиваются особенно если пролетают под снегом землю ну или вы своей стрелой сбиваете перья соответственно разбитые хвостовики поменял ну вот получился комплект из 6 штук фактически я сдал стрелам вторую жизнь вот так выглядит оригинальная стрела фирмы pinnacle archery модель carbon blade жесткость о 400 основным плюсом таких стрел я считаю хорошую прямолинейность легкие перья на хвосте которые способствуют тому что вы можете поставить более тяжелый наконечник в ее переднюю часть хорошо ее отгрузить и стрела в принципе очень хорошо летит стрела после реставрации которую я собрал была мной собрана на наконечники меньшего веса за счет того что перья blazer которые у меня были в наличии весят больше чем оригинальные перья немножко получился другой баланс но в общем вес стрелы остался в пределах нормы сначала я конечно хотел дождаться хорошей погоды и в принципе пострелять в кайфе но честно говоря вот сейчас идет такой дождь небольшой ветер и дистанция 50 метров вот здесь я думаю что это хорошее условие чтобы проверить эти стрелы именно в боевом варианте поэтому берем лук и начинаем стрелять на кучность задача сегодняшняя посмотреть сохраняет ли стрелы которые собрал приемлемую кучность по скорости я думаю это будет одинаково по начальной скорости вылета ну и соответственно посмотрю будет ли проседание стрелы на 50 метров это хороший тест я пожалуй начну стрелять с оригинальных стрел потому что у них тонкий хвостовик и в него сложно попасть тогда как микролайт вот красные хвостовики они просто завидная мишень для того чтобы попасть стрелой стрелу и раздробить ее ну что начнем чувствуется некая неуверенность давно конечно не стрелял такие дистанции поэтому сделаю сейчас перерывчик несколько секунд и начну стрелять уже новыми стрелами надеюсь ничего не разобью стрела коснулась другой стрелы тревожный знак участия совершила одну ошибку подбил лук и стрела ушла выше ну блин обидно ну вот я сделал 12 выстрелов могу сказать точно что одну черную стрелу я оторвал наверх что-то зацелился и подбил лук но это моя ошибка в остальном в принципе можно пойти посмотреть и сделать кое-какие выводы так ну вот штативчик я поставил ну конечно прям таки скажем не фонтан стрельба но если потренироваться еще немножко на природе я думаю можно эту кучку уменьшить раза в два опять же ветер и постоянная морозь но это все отмазки хотя ветром да так колбасит меня больше чем стрелы но несмотря на это вот эта ошибка которая говорил несмотря на это группа пришла сантиметров ну в 15 наверное если исключить мою ошибку я не вижу преимущества родных стрел над теми которые я сделал и соответственно те которые я сделал над родными фактически я сделал одно и то же потому что группа очень похожая и могу смело сказать что дело это не касается как стрел пинка ларчи это касается любых стрел делайте свои стрелы продлевайте им вторую жизнь то есть не не выкидывайте любую стрелу можно починить если она конечно не сломалась в тотал из наблюдения по самим стрелам пинка ларчи ну мне честно говоря понравились и я не вижу каких-либо в них минусов кроме большого жирного плюса стрела пинка ларчи стоит в два раза дешевле чем самая доступная американская стрела истон и в принципе ничем не хуже ничем не хуже результат перед вами могу повторить конечно но на данный этап без тренировок боюсь что он может быть только хуже потому что я начну уставать а вообще вообще стреляйте ребят стрелять и чаще и улучшайте результат 50 метров при ветре и дожде конечно это на мой взгляд я хорошо отстрелял а как вы думаете ну а мне осталось только с вами попрощаться и до новых встреч еще раз скажу что завтра я опубликую ту стрельбу которой я занимался здесь 10 10 числа где разыгрывался нож и завтра вы узнаете победителя того кому будет этот нож принадлежать всего доброго до новых встреч а